Теперь, когда у нас есть структура кода, добавим к классу Bowsingame библиотеку Box2D. Для этого прежде всего зайдем на сайт box2dflash.org, перейдем в раздел Download и закачаем версию 2.0.2 для Flash9. Затем распакуем архив и извлечем из него папку Box2D. И таким образом мы уже сможем использовать библиотеку Box2D, просто указывая ее в импорте. То есть напишем сейчас функцию, которая будет инициализировать данную библиотеку. Назовем функцию Box2DInit. Создадим переменную, которая будет представлять собой мир Box2D. Это экземпляр класса B2World. Инициализируем переменную World, как новый класс мира. И в B2World, здесь нам нужно указать три параметра. Первый это границы мира. Затем гравитация. И третий, будут ли тела засыпать. Укажем, что тела засыпать не будут, укажем просто False. Далее, границы мира. Это экземпляр класса AABB, который представляет собой некую прямоугольную область, внутри которой тела будут действовать, и за пределами которой тела будут автоматически удаляться. Зададим границы мира. Сделаем это с помощью функции LowerBound и UpperBound. Здесь вызовем метод Set. И укажем здесь минус 1000 на минус 1000. Это будет левый верхний угол границы мира. Затем укажем правый нижний угол границы мира, также с помощью функции UpperBound, с помощью вызова метода Set. Укажем здесь 1000 на 1000. Затем создадим переменную Gravity. Данная переменная представляет собой класс типа B2-Vec2, который представляет собой физический вектор. У вектора есть две координаты. Это направление по X и по Y. В игре, которую мы делаем, гравитации отсутствует. Поэтому укажем, что по оси X гравитация действует на 0 метров, и по оси Y также действует на 0 метров. Обратите внимание, что я говорю метры, потому что в бокс 2D величина измеряется в метрах. Поэтому границы мира представляют собой прямоугольник с координатами минус 1000 на минус 1000 метров, левый верхний угол и правый нижний угол, это будут 1000 на 1000 метров. Для того, чтобы перевести пиксели в метры, или наоборот, используется коэффициент Ratio. Это константа, значение которой принято брать за 30. Если вы берете большее значение или меньшее, то тела будут, соответственно, иметь больше размер или меньший. Так будет происходить потому, что размеры в метрах мы делим на коэффициент Ratio, и таким образом получаем, что метры переводятся в пиксели. Коэффициент Ratio нужно использовать везде, когда мы указываем размеры или расстояние между физическими телами. Итак, у нас есть класс World, который инициализирует мир. И мы можем сейчас протестировать его работу. Для этого просто напишем функцию Trace World и вызовем функцию GetBodyCount, которая показывает, сколько тел содержится в мире. Считается, что в мире сейчас содержится тело границ мира. То есть Flash нам нужно выдать число 1. Итак, у нас сейчас, по идее, главное меню. Я щелкаю мышью, и у нас здесь появляется вывод цифры 1, что соответствует одному телу в мире. Из этого мы делаем вывод, что движок Box2D начал работать. Теперь давайте напишем функцию, которую будут рисовать стены. То есть как бы границы игрового поля. Назовем эту функцию CreateWalls. И в ней мы будем составить 4 стены. Это мы будем делать также с помощью отдельной функции, которая будет рисовать прямоугольники. Точнее даже прямоугольные тела. Назовем эту функцию CreatePolygon. Или даже CreateBox. Да, CreateBox будет лучше. В данной функции мы будем указывать параметры, такие как координаты и полуширина и полувысота стены. Почему используется полуширина и полувысота, я вам расскажу по ходу написания этой функции. Итак, создадим здесь параметры. Это будет x, y. Затем ширина. И наконец высота. В данной функции мы создадим простое тело Box2D прямоугольной формы. Для того, чтобы создать тело, нужно создать несколько определений. Такие как определение фигуры и определение тела. Начнем с определения фигуры. Создадим переменную ShapeDev, что означает ShapeDefinition, то есть определение фигуры. И она будет экземпляром класса B2 PolygonDefinition. Определение фигуры задается для того, чтобы задать некоторые физические свойства физическому телу. Такие свойства, как плотность, сила трения, возможно, фильтрация, упругость, и также габариты этого тела. Начнем с плотности. Стены у нас будут неподвижные, поэтому нужно им указать плотность равная нулю. То есть те тела, которые имеют плотность равная нулю, они не будут вообще никак реагировать на столкновение с другими телами. То есть это считается как бы тело с абсолютной массой, то есть совершенно неподвижное. Затем установим силу упругости. К примеру, она будет равна единице. Это свойство Restitution было. И затем вызовем метод SetExBox, который автоматически сделает так, что Box.d нарисует нам прямоугольное тело, точнее даже фигуру прямоугольную. Здесь в качестве параметров указывается половина ширины и половина высоты. То есть получается, что рисуется прямоугольник, но не так, как во флэше с левого верхнего угла, а из центра. И, соответственно, он будет рисоваться от центра на половину ширины влево и вправо, и на половину высоты вверх и вниз. Укажем это здесь в параметрах. Здесь будет W, и здесь будет H. Так, с определением фигуры мы закончили. Теперь создадим определение тела. Это будет переменная BodyDef, что означает BodyDefinition, то есть определение тела. И это будет экземпляр класса B2 BodyDefinition. Определение тела служит для того, чтобы указать координаты тела. Координаты и некоторые другие свойства, которые мы сейчас пока что с вами затрагивать не будем. Нам здесь нужен метод Position, который представляет собой физический вектор, и его метод Set, который позволяет указать координаты данного тела. В качестве координат укажем здесь X, деленное на коэффициенты Ratio. Вторым параметром укажем Y, деленное также на коэффициенты Ratio. Итак, мы создали определение тела. Теперь создадим само тело. Тело является экземпляром класса B2 Body, и оно создается с помощью мира. То есть мы берем экземпляр World, вызываем в нем метод CreateBody, и в качестве параметров указываем определение тела. Это делается таким образом, потому что тела как бы все содержатся не отдельно, сами по себе, а являются частью мира. То есть с помощью функции CreateBody мы автоматически заносим определение тела в мир, и таким образом создаем новое тело в мире Box2D. Теперь к телу осталось прикрепить фигуру, и это делаем с помощью вызова метода BodyCreateShape, где указываем определение фигуры. Теперь делаем еще один вызов. BodySetMassFromShape. Вызов данного метода делает так, что к телу автоматически присваивается масса, исходя из его размеров и плотности. Теперь еще один важный момент. Поскольку Box2D это чисто физический движок, то физические тела не имеют никакого графического представления. То есть сами тела не видны на экране. Поэтому нам нужно создать отдельный экземпляр спрайт, который будет синхронизироваться с движением тела, и который по сути будет представлять собой видимую часть работы в Box2D. создадим новый экземпляр спрайт. И далее нарисуем в нем некоторую графику. Для этого вызовем метод Graphics. Далее BeginFill. Укажем, что стены будут у нас черного цвета. И также укажем, что стены будут представлять собой прямоугольник. Обратите внимание, что поскольку Flash рисует прямоугольник начиная с левого верхнего угла, а тело Box2D начинается из центра, то для того, чтобы нарисовать фигуру Flash, которая будет в точности совпадать с фигурой Box2D, нам необходимо вычесть из координаты Х полуширину, затем из координаты У вычесть полувысоту, и далее указать удвоенный размер. Как вы помните, параметры V и H представляют собой полуширину. Ну, полуширину и полувысоту. Далее заканчиваем рисовать. И, наконец, добавляем спрайт в список отображения. Итак, у нас готова функция CrayBox, которая создает стены. Размеры флешки 400 на 450. Поэтому, для того, чтобы создать такую стену, которая будет представлять собой прямоугольник, начинающийся из центра, укажем здесь такие размеры. По оси Х укажем размеры 200, по оси Y, например, минус 10. Это будут координаты. Полуширина это будет 200, и полувысота 5 пикселей. Получается так, что я сейчас создал верхнюю стену. Давайте скомпилируем код и убедимся, что она действительно там появилась. Итак, мы видим черную полосу, которая представляет собой стену. Вот так. Теперь создадим нижнюю стену. Это будет нижняя стена. Затем создадим левую стену. И аналогично сделаем правую стену, указав здесь координаты 405. 405. Таким образом мы получим 4 стены. Итак, все стены находятся на своих местах. Итак, у нас есть 4 стены, и теперь нам нужно создать сам шарик. Для этого создадим функцию Create Red Box, Create Red Circle, то есть красный круг. Эта функция будет включать все такие параметры, как координаты по x и координаты по y. В этой функции мы будем создавать круглое тело. Для этого также сначала создадим переменную для определения фигуры. Shape Definition. На этот раз это будет экземпляр класса B2 Circle Def. То есть вот так. Определение круглого тела. У него есть свойство Radius, которое будет представлять собой, собственно, радиус. Укажем, что радиус будет равен 15, деленный на Ratio. Далее зададим свойство Density, то есть плотность. На этот раз плотность равна 1, потому что эта фигура будет двигаться. Точнее, это тело будет двигаться. Затем укажем, что сила трения будет равняться 0. Если этого не сделать, то по умолчанию сила трения будет равняться 0.2. А нам нужно, чтобы сила трения не было. Итак, указали, что сила трения будет равняться 0. Затем упругость, пускай, будет равняться 0.5. И на этом с фигурой пока что закончим. Теперь создадим также определение тела. И здесь укажем позицию. Позицию указываем также с помощью указания здесь переменных x, деленное на Ratio. И Y, деленное на Ratio. Таким образом мы указали позицию. И, наконец, создадим визуальное отображение. Для этого перейдем во Flash.RBA. Создадим в библиотеке новый клип. Назовем его RedBall. Сделаем его доступным для экспорта в ActionScript. И нарисуем здесь круг диаметром 30 пикселей. В качестве цвета я возьму вот такой вот оттенок красного. Укажем так его ширину и высоту по 30 пикселей. Еще раз отцентруем его. И у нас получился такой красный круг. Теперь также создадим графическое отображение для данного округа. Для этого также создадим переменную спрайт. В качестве ее значения укажем NewRedBall. Затем укажем ей координаты. Обратите внимание, что круг я расположил таким образом, чтобы его центр был по центру клипа. И тогда мы можем просто указывать координаты те же самые, что и в фигуре физического тела. И затем добавляем круг в список отображения. И теперь нам здесь осталось указать лишь параметры x и y. Для этого я напишу функцию randomInt, которая будет выдавать случайные числа в заданном диапазоне. Например, диапазон будет от 20 до 380. Это по x и по y, также randomInt. От 20 до 430. Теперь создадим саму функцию. Здесь будет входящая переменная min. Здесь max. У нас здесь будут переменные value, которые будут представлять собой целое значение, равное математическому числу, умноженному на максимальное значение. И далее будет такая проверка. Если полученное значение меньше, чем минимальное значение, то тогда значение value будет приравнено минимальному значению, плюс минимальное значение, умноженное на случайное число. То есть таким образом мы получим, что возвращаемое число будет находиться в диапазоне от минимального до максимального значения. Здесь также сделаем проверку того, что минимальное число должно быть меньше максимального. Точнее даже так, если минимальное число больше максимального, тогда сгенерируем ошибку, которая позволит нам понять, что мы указали неправильные параметры. И наконец-то функция будет возвращать значение value. Да, и здесь мы укажем, что функция является целым числом. То есть возвращает целое число. Хорошо, давайте теперь скомпилируем код. Итак, щелкаем здесь, и у нас появляется шарик. Запустим программу еще раз. Щелкнем здесь еще раз, и шарик появляется в другом месте. Что ж, отлично. В следующем уроке мы сделаем так, чтобы шарик начал двигаться.